Привет всем! Сегодня я покажу процесс создания вот такой вот черепахи. Панцирь у нее снимается, поэтому ее можно использовать как шкатулку. Количество трубочек и все необходимые материалы, как обычно, будут указаны в описании под видео. Листья я начинаю с крестовины 2х2. Первый ряд, просто обороты каждых двух стоек. Теперь все стойки я начинаю разводить по одной. Смотрите продолжение в следующей серии. В следующем ряду я начинаю добавлять стойки просто методом подстановки. Смотрите продолжение в следующей серии. А теперь я обрезаю вот эти вот подставленные стойки по длине самых первых, с которых начинала плести. И теперь начинаю добавлять не целые стойки, а вот эти обрезанные отрезки. Когда отрезки закончатся, буду добавлять на стойки не целые трубочки, а половинки. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Доблетаю до диаметра почти 11 см и на этом донышко заканчиваю. Ставлю его на банку из-под краски и дальше буду плести сверху вниз для очень плавного поднятия стоек. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Здесь я буду плести на круге. И здесь я уже потихоньку стараюсь идти на сушение. При плетении каждую стойку заминаю внутрь. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Заканчиваю на высоте около 6 см. Рабочие трубочки обрезаю застойками. Теперь я обрезала все стойки. Для загибки буду вклеивать новые волошненные, но не целые трубочки, а половинки. Сначала я их добавила только на одну половинку розины, так гораздо удобнее. И теперь начинаю сблести загибку, розгу из двух. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И здесь я уже добавила трубочки на вторую половину корзины и продолжаю загибку до самого конца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом корзина готова. Теперь я начинаю плести панцирь. Плести его начинаю точно так же, как и саму корзину, с крестовины 2х2. Точно так же добавляю стойки на четвертом ряду. Субтитры создавал DimaTorzok И также обрезаю подставленные стойки по длине самых первых, с которых начинала плести. И теперь так же подставляю эти отрезки, а когда они закончатся, то половинки трубочек. Субтитры создавал DimaTorzok Дальше я буду конструировать себе вот такую вот форму. В корзину я ставлю миску подходящего размера и заправляю это все шарфиком. И дальше я буду плести уже вот так вот сверху вниз. Еще я подумала, что нужно выгнуть немного панцирь, чтобы он не был таким плоским. И выгибаю его вот таким вот образом. Теперь загибаю стойки. Вот таким вот образом, чтобы они лучше привлекали к корзине. Субтитры создавал DimaTorzok Когда я начала потихоньку переходить на стенки, то плести было уже не очень. Удобно и поэтому я привязала панцирь к корзине. И теперь через 20 рядов от самого начала я начинаю плести укороченные ряды. Для того, чтобы получилась выемка для головы. Разворачиваю обе рабочие трубочки и плетом в обратную сторону обратную веревочку, для того, чтобы не сбивался рисунок. Продолжение следует... Продолжение следует... Доплетаю до этого места, начало укороченных рядов, снова разворачиваю обе рабочие трубочки, но и здесь плету уже простую прямую веревочку. И далее таким образом мы плетем их по аналогии. Здесь я сделала уже второй разворот и плету обратную веревочку. Ошибки сделала один из разворотов на той же стойке, что и предыдущий укороченный ряд, но ничего особо критичного в этом нет. Продолжение следует... Еще нужно обязательно следить, чтобы панцирь был не слишком плотной корзинью, чтобы он потом легко и свободно одевался и снимался. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Если какие-то из стойка стояли слишком короткие, то можно просто рядом со стойкой воткнуть небольшой отрезок трубочки Заканчиваю плетение у начальной стойки, рабочие трубочки обрезаю Вот в этом месте моя ошибка, где я следующий укороченный ряд сделала на той же стойке, что и предыдущий Дальше я сделала все то же самое, что и с корзиной Обрезала рабочие трубочки и затем сделала загибку в розгу из двух Примерно вот такими должны получиться тело и панцирь черепахи Теперь я грунтую, лак плюс вода один к одному Субтитры создавал DimaTorzok И теперь я буду вклеивать каркасы для лапы, головы и трубочки с проволокой внутри Самые короткие два отрезка это будут задние лапы, а самая длинная это голова, от которой я сейчас вклеиваю И примерно вот на таком расстоянии от головы я буду вклеивать передние лапы Через 10 стойк от передней я подставила заднюю лапу И затем симметрично вклеиваю лапу с другой стороны Теперь проверяю, чтобы они были одинаково длинные и все лишнее подрезаю Для головы я беру фольгу и обматываю каркас из трубочки несколькими листами Субтитры создавал DimaTorzok Теперь я беру небольшое количество фарфора и приклеиваю его у основания, чтобы голова очень хорошо держалась и не болталась И затем у основания ног и хвоста я также приклеила небольшие кусочки фарфора На этом первая часть заканчивается, весь процесс лепки я покажу у второй части